Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной резворот» в Кирове. Светлана Дельна, Владимир Сметанин. Добрый день, приветствуем вас на часах начала первого. Время обеденное, приятного аппетита тем, кто как раз-таки за обеденный стал садиться. Кстати, Светлана, ты как знаток ЗОЖ, что в такую жару посоветуешь из продуктов выбирать? Конечно, ты на вопрос, Володя. Ну, конечно же, что нужно есть в обед? В обед у нас белки и углеводы должны быть сложные, клетчатка. Ну, то есть можно, например, курицу на пару и салат какой-нибудь, заправленный маслом оливковым. Вот так вот. Все довольно несложно. Чем легче продукт, тем он легче будет перевариваться в такую погоду. Мы сейчас не про еду будем говорить, мы сейчас про спорт будем говорить. День физкультурника близится. Вторая суббота августа, по традиции он отмечается в нашей стране. В этом году это 13 августа. У нас в гостях Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации нашего города. Надежда Юрьевна, расскажите, ваши обеды, а не какие у жару в такой? Практически, как вы и порекомендовали, Светлана, клетчатка, сложные углеводы и белок. Слушайте нас, да. Итак, День физкультурника, по традиции, который будет у нас отмечаться, давайте пройдемся по программе. Действительно, традиционные мероприятия, Всероссийский день физкультурника в этом году попадает на 13 августа. И традиционные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, на привлечение населения занятием физической культуры и спортом, также пройдут в этом году. Одно из традиционных мероприятий, это Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Пройдут на театральной площади традиционно, начало мероприятия в 10 часов. Мандатная комиссия начинает работать накануне в Центр спортивной подготовки «Вятка Старт». И также зарегистрироваться, заявиться на соревнования можно в день соревнований 13 августа на театральной площади с 9 утра. Здесь традиционно принимают участие команды как из районов Кировской области, так и из города Кирова. Различных возрастов, различные степени подготовленности, то есть увлекательные, интересные мероприятия. Приглашаем принять участие как в качестве соревновательного процесса, так и в качестве зрителей, жителей города Кирова. Непосредственно командой уже нужно приходить туда? Да, состав команды, там три человека, они играют на одно кольцо в соответствии с правилами проведения данных соревнований. Это пользуется популярностью, да? Ежегодно. Очень-очень пользуется популярностью, как раз в связи с тем, что направление стритбола очень востребовано в основном, конечно, среди молодежи. Уже на протяжении последних 50 лет стритбольные кольца выставляются на театральной площади в летний период. И все желающие могут подойти, потренироваться, попрактиковаться в этом виде спорта. И по анализу, по тому, как это происходит, очень востребовано данное направление, очень востребованы кольца. И студенты, и молодежь вечерами, когда спадает жара, активно занимаются. Угу. Звание почетный гражданин города Кирова, как раз из лица спортивной общественности. Это Казаковцев Анатолий Алексеевич, заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры, ветеран спорта. Все мы его знаем по хоккейному клубу Родина. И Шабалин Павел Эдуардович, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта. Это у нас альпинизм, ледолазание, то есть тоже известный человек. Мы будем их чествовать, будем вручать вот этот почетный знак. Также впервые в этом году на торжественном мероприятии мы будем вручать сертификаты физкультурно-спортивного комплекса ГТО жителям города Кирова. То есть это не учащиеся общеобразовательных организаций. Это те жители города Кирова, которые воспользовались правом выполнить комплекс ГТО в 2016 году. Все мы помним, что Кировская область у нас попала в число пилотных областей и получили право уже в 2016 году выполнять комплекс ГТО с присвоением знака отличия. Вот как раз четыре жителя города Кирова, которые попали в приказ Минспорта на присвоение золотого знака отличия комплекса ГТО. Мы будем вручать им сертификат. Вот самая возрастная участница, которая у нас приняла участие в самом первом фестивале в апреле месяце, Галина Махнева, вот как раз будет в их числе. Ей, напомним, 81 год представитель, да, вот выполнил комплекс. Также у нас уникальное мероприятие, которое мы приурочили к праздновому дня физкультурника. Это в рамках федеральной рыбийной лиги чемпионата России зоны по Волжье состоится у нас матч по рыбби 15 с участием Кировской команды Клуба трудовых резервов и с представителем команды из Йошкаралы. Данный турнир у нас, не турнир, это соревнование в рамках чемпионата России, то есть официальный старт пройдут на стадионе Динамо, на Большом стадионе после торжественного открытия. Тоже хочется пригласить всех, посмотреть, потому что уникальное событие в таком формате. Ну, рэбби еще не так достаточно... Прекрасная возможность для тех, кто вживую рэбби никогда не видел, прийти и посмотреть. Да, поэтому всех... Доступ свободный, вход свободный? Вход бесплатный на все мероприятия дня физкультурника, вход у нас бесплатный. И с 16 часов у нас состоится матч по футболу финала Кубка Кировской области, тоже на стадионе Динамо. Помимо того, что я сейчас проговорила, будут работать спортивные площадки, пляжного волейбола, мини-футбола, на автодроме будут организованы мастер-классы от Федерации велосипедного спорта. У нас будут мастер-классы от такого направления фитнеса, как кроссфит. Будут мастер-классы по скандинавской ходьбе, поэтому приглашаем всех, кому интересно. Вот эти мастер-классы где? Значит, кроссфит на мини-футбольном поле с 10 часов до 12. Скандинавская ходьба пройдет у нас на участке улицы Московского, от Динамовского проезда до Вечного огня. То есть будет по скандинавской ходьбе три мастер-класса, дети средний возраст и люди пожилого возраста, скажем так. А у нас любители скандинавской ходьбы, они оформлены уже в какое-то объединение, организации? Как таковой федерации оформленной у них нет. Есть клубы, которые развивают это направление. Есть сертифицированные тренеры по данным направлениям. Поэтому вот как раз Наталья Агафонова у нас сертифицированный тренер, который примет участие в организации этих мастер-классов. Судя по опыту прошлых лет, какое количество кировчан участвует в этих всевозможных состязаниях, мероприятиях в качестве зрителей, в качестве непосредственных? На самом деле август месяц, он такой достаточно спокойный в плане участников. Поэтому мы предполагаем порядка двух-трех тысяч жителей города Кирова привлечь на наши мероприятия. Но все понимаем, что если сохранится хорошая погода, конечно, жители предпочитают провести День физкультурника, в том числе занимаясь физкультурой на приусадебных участках и на водоемах. Но те, кто никуда не уедет в этот день, действительно, можно посетить эти мероприятия или можно сходить на улицу Ленинградская 1Б. Там, мы все помним, находится Вятская областная спортивная школа. И вот там как раз нормы ГТО можно будет выполнить в зачет. Регистрация 13-го числа в 9.30, начало испытаний в 10.30, можно будет выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине, перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя, бег 60 и 100 метров. А вот 14 августа можно подойти в 10 часов регистрация, начало испытаний в 10.30, пробежать либо два, либо три километра. Не забываем, обязательно нужно взять с собой документ удостоверяющий личность и также зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить свой уникальный идентификационный номер и, конечно же, справку от врача с доступом к мероприятиям для того, чтобы можно было выполнить нормативы. Ленинградская 1, 13-го и 14-го числа. Давайте сейчас небольшой перерыв сделаем и будем продолжать. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот в Кирове» Светлана Узельна и Владимир Сметанин. И в гостях у нас Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи в физической культуре и спорту администрации Кирова. Еще раз напомним, день физкультурника будет отмечаться у нас в субботу, 13-го августа, стадион «Динамо» в 10 часов утра. Начало, можно подходить и вход абсолютно свободный будет. Кроме того, масса площадок на открытом воздухе, в том числе на театральной площади, на пляже. Еще будем говорить о событиях ближайших, спортивных. Пройдет 13-е августа, и там у нас осень, и все мы помним, что осенью, в сентябре у нас тоже очень много спортивных мероприятий, в том числе 4-го числа у нас пройдет полумарафон «Вязкие холмы». Такого мероприятия, такого масштаба, именно бегового события у нас в городе пока еще не было. Правильно говорила, Надежда Юрьевна? Да, действительно, планируется к проведению мероприятия всероссийского масштаба. Я надеюсь, что, может быть, даже за пределом Российской Федерации кто-то изъявит желание принять участие в полумарафоне. Октябрьский проспект, театральная площадь, все желающие от 4-х лет и старше. Предполагается к участию в данном мероприятии. Дистанции для детей 300 и 600 метров и 3 километра, 10 километров и 21,1 полумарафонская дистанция. Да, мероприятие проходит в том числе при поддержке национального бегового движения на сайте rushrunning.com. Можно уже зарегистрироваться. Все стартовые взносы пойдут на поддержку детского благотворительного проекта «Верю в тебя», для того, чтобы дети в детских домах тоже могли заниматься спортом, а именно легкой атлетикой. И слушатели также на дистанции 21 километр, вот этот сам полумарафон, победители, как мужчины, так и женщины, получат путевку в Амстердам для участия в марафоне. Ну и, конечно же, как заведено на подобных мероприятиях, все, кто пробегут, достигнут финиша, получат медали финишеров. И также в стартовом пакете каждый участник получит футболку от известного бренда «Назову». Мне кажется, это будет приятно получить вот такой вот приз. Футболка Nike ожидает абсолютно всех участников. Так что заходите, регистрируйтесь, и стараемся также, чтобы это мероприятие было, во-первых, спортивно, именно по уровню, как спортивное мероприятие хорошее. Но в том числе хочется сделать, чтобы это был праздник, и на театральной площади будут музыканты, различные группы выступать, будет хедлайнер, качественный звук. Сейчас решается этот вопрос, пока что да, это в секрете, но надеемся, что кировчанам понравится будет, и будут мероприятия для детей, будут музыканты на протяжении всей дистанции, будет питание для всех также по трассе. Много всего интересного. И вот подобные мероприятия или сравнения недавно в Казани проходила. В прошлом году в нем приняло участие около двух тысяч человек, а в этом году уже восемь с половиной человек, поэтому мы тоже надеемся, что у нас это будет такая ежегодная история, и в следующем году будет еще и больше-больше участников. И учитывая, что площадка регистрации сайта rushrunning.com, а это федеральная площадка, все желающие могут заходить туда и регистрироваться. Сейчас бегать это модно, это в тренде, и действительно все люди, которые любят это, они заходят именно на эту площадку, смотрят, в каком городе какое беговое событие проходит. И приезжают именно туда, поэтому мы рассчитываем, что к нам приедут и из других регионов, в том числе тоже, к нам принять участие в полумарафоне Ветских Холмов. Вот смотрю на сайте, как раз-таки на этом ближайший полумарафон состоится в это воскресенье, 7-го числа в Москве, в ДНХ. Также в этом месяце, в конце августа, будет в Рыбинске полумарафон. Надежда Юрьевна, это важно и значимо, что Киров у нас попал в список городов, где... У нас на сегодняшний момент ни полумарафонских, ни марафонских дистанций не проводится, потому что есть определенная специфика по организации данного мероприятия. И очень хорошо, что провели финал Кубка России по триатлону, то есть мы поняли, что у нас есть такие ресурсы для организации данного мероприятия, есть потребность у легкоатлетов для того, чтобы данные мероприятия проводились, поэтому принято решение полумарафону быть. Хотелось бы, конечно, замахнуться и на марафон, но мы сейчас запустим пробный шар в сентябре месяце, и дальше будем смотреть и уже расти в этом направлении. Хотелось бы обратить внимание, как раз по участию в полумарафоне, учащиеся общеобразовательных организаций и студенты участвуют бесплатно. То есть при прохождении процедуры регистрации внимательно смотреть, там есть отдельная галочка, которую нужно поставить, что учащиеся в этом случае, бесплатное участие предполагается для детей, студентов и учащихся. И еще бы хотелось обратить внимание о том, что мы сейчас начинаем работу по привлечению волонтеров, которые будут принимать участие в организации, в помощи организации данного мероприятия. Для этого необходимо либо обратиться в туристский информационный центр, то есть они базу данных свою формируют, и также в управление по делам молодежи, физкультуре и спорту города Кирова-Воровского, 79. Что нужно? В принципе, нужно только желание. Ну и возраст, конечно, мы предполагаем от 14 и старше. Верхняя планка возрастная никак не ограничивается. Почему от 14? Потому что уже более-менее самостоятельные люди. То есть мы 7-летних, 8-летних детей, конечно, привлекать не будем. Только в качестве зрителей. Чем будут заниматься волонтеры? Волонтеры обычно принимают участие в пунктах питания, помогают спортсменам питаться, работают в качестве контролеров, то есть показывают направление прохождения дистанции, работают в зоне переодевания спортсменов. То есть различные направления, для которых не требуется определенная какая-то специальная подготовка, уровень подготовки, уровень знаний. В перспективе участникам на сегодняшний момент у нас уже работа эта выстроена. То есть есть одно из направлений волонтерства, это спортивное волонтерство. То есть подросток или житель, участвующий в мероприятиях, помощи в организации спортивных мероприятий, претендует на выдачу волонтерской книжки. Для студентов это известно, понятно. Наличие волонтерской книжки и практики волонтерской деятельности, точно так же, как и наличие знака комплекса ГТО, дает дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Соответственно, мы сейчас, это направление достаточно молодое, по крайней мере в городе Кирове. В России оно достаточно широко развито, потому что международные большие мероприятия проводятся. А вот именно в городе Кирове база спортивных волонтеров как раз по итогам мероприятий таких массовых спортивных будет сформирована. И, соответственно, это дает определенный статус, дает определенные бонусы, дает определенные очки. Ну и быть участником масштабного спортивного мероприятия, быть внутри этого мероприятия, а не в качестве зрителя, это тоже очень почетно и достойно. Что касается ожидаемого количества участников на этот былого марафона, на какую цифру рассчитывать? Ну, безусловно, на сайте есть, там можно посмотреть цифры, сколько свободных мест еще остается. Две тысячи. Да, но я вижу, что регистрируется. Регистрируется. Потихонечку регистрируется, цифры меняются, да. Если говорить еще про традиционные осенние соревнования в нашем городе, в том числе легкой атлетической... Я хочу вот немножечко еще кое-что сказать. То есть можно регистрироваться, либо сразу заходите на сайт roshorunning.com, либо, если не запомнили, не поняли сейчас, что я сказала, просто вятские холмы через дефис набирайте, вятскиехолмы.рф, выходите как раз на площадку, и здесь все очень просто, можно зарегистрироваться на стартовый износ. Но вот хочу обратить внимание, что получаете вообще тысячу рублей. Вот как уж Надежда Юрьевна сказала, есть социальные группы, те, кто бегут бесплатно. Для всех остальных это тысяча рублей. Но получаете вы за это значительно больше. Но мало того, что там и хорошее настроение, и все вместе мы с вами побежим, то это еще футболка, это и питание по трассе, это и у вас медаль будет, и плюсом ко всему вы можете потом все эти концерты посмотреть, хедлайнеры послушать. Так что это действительно дороже, чем стартовый взнос. Но и помним, что все стартовые взносы, абсолютно все до копейки пойдут на то, чтобы развивать в детских домах спортивные направления. Регистрируйтесь. Просение еще. В том числе традиционная легкоатлетическая эстафета будет. Традиционная легкоатлетическая эстафета у нас пройдет 2 октября. Маршрут традиционный. Мы точно так же приглашаем, особенно хотелось бы пригласить команды, предприятия, организации. Мы уже работаем и начали, уже начинаются такие команды корпоративные более активно откликаться. Но все равно еще пока недостаточно активно. Поэтому я надеюсь, что как раз полумарафон проведения Всероссийского дня бега Кросснаций накануне легкоатлетической эстафеты даст нам результат, мы прирастем командами дополнительными. 25 сентября у нас Кросснаций. В рамках Кросснаций будет организован отдельный забег, который пойдет в зачет комплекса ГТО. То есть все желающие, претендующие на знак отличия комплекса ГТО, смогут принять участие и получить в дальнейшем результат, который будет занесен в личный кабинет с последующим претензием на присвоение знака отличия комплекса ГТО. И также в рамках Кросснаций у нас планируется мероприятие с участием Федерации велосипедного спорта. Это велоэстафеты, это точно 100%. И рассматриваем сейчас вариант проведения еще и велопарада с участием жителей города Кирова в рамках закрытия летнего сезона. Для того, чтобы открыть, мы открыли пафосно хорошо в рамках сказочных игр. Да, сказочный велопарад. И сезон заканчивается, соответственно, попрощаться с велосипедом тоже нужно достойно. Это 25 числа все, да, в рамках Кросснаций? 25 сентября, да. Подготовка уже идет по части велосипедов? Расскажи. По части велосипедов пока еще нет, потому что у нас сначала полумарафон нужно провести, а перед этим еще день физкультурника. Останутся ли силы еще туда? Да, останутся 100% велосипедисты такие неугомонные у нас в городе, так что все будет хорошо. Если отходить от легкой атлетики, ближайшие соревнования значимые. Ну, сейчас у нас август месяц еще достаточно такой спокойный, потому что основная масса у нас находится спортсменов в загородных лагерях, продолжают учебно-тренировочный процесс. Последний месяц отдыха, который могут позволить себе для того, чтобы насладиться морями, солнцем. А с сентября, конечно, мы начинаем очень активно работать в направлении выполнения комплекса ГТО. Наверное, все-таки опять ГТО, потому что это основная такая линия, которая реализуется у нас в стране. Вновь учащиеся общеобразовательных организаций будут по плану графику выполнять комплекс ГТО, для того чтобы к маю месяцу у нас количество претендентов на знаки отличия увеличились в разы. Традиционные мероприятия по футболу, по хоккею, то есть зимний сезон еще не совсем начинается, но уже с октября месяца команды хоккей с шайбой, у них соревновательный сезон начинается, предварительный календарь уже составлен, соответственно, отборочные матчи и матчи на выезде точно так же будут продолжены. То есть календарный план, он ежегодный. Какие-то вот такие новшества мы, конечно, приурочиваем к массовым праздничным датам, как День физкультурный, как Роснаций. Конечно, хотелось бы максимально обратиться, наверное, к спортивной общественности, к федерациям, потому что недостаточно активно еще принимают участие вот в этих новшествах. Мы ждем предложения, мы готовы реализовывать те проекты, которые хотелось бы реализовывать федерациям, но нам нужна инициатива, то есть хотя бы толчок, хотя бы направление и мысли, мы всегда открыты к диалогу. То есть прийти к вам, позвонить, мы хотим вот это, насколько это возможно. Да, и совместно мы уже пойдем в направлении реализации тех, даже, может быть, безумных идей. Все наши безумные идеи, и триатлон, и Iron Star, да, то есть все равно это шло от федерации инициативы. Абсолютно точно, то есть вся инициатива идет от общественности, а мы уже немножко приземляем в плане организационном и идем уже дальше совместно с общественностью. Надежда Юрьевна, очень много раз уже говорили в эфире, но так или иначе спрашивают, поэтому и повторим, взрослое население в этом году у нас тоже может выполнять нормы ГТО, куда обращаться, где выполнить можно? У нас в августе месяце будет организовано выполнение нормативов комплекса ГТО по двум дисциплинам. Это плавание и это стрельба. Поэтому на сегодняшний момент мы собираем заявки в Управлении по делам молодежи в физкультуре и спорту Воровского, 79, кабинет 212, либо электронная почта gto.kirov.sobako.mail.ru. Все вопросы, связанные с этими двумя видами дисциплин, можно уже сегодня задавать, и в принципе мы готовы принимать заявки. С сентября месяца у нас планируется уже график выполнения, в первую очередь, конечно, легкоатлетических видов. Особый упор, особое внимание будем, конечно, делать адресно на тех представителей, жителей города Кирова, которые уже часть дисциплин выполнили, и им осталось там одна-две дисциплины для того, чтобы претендовать на знак отличия. Потому что, напоминаю, срок выполнения видов испытаний для работающего населения – это календарный год. Соответственно, 31 декабря все выполненные виды испытаний на тот или иной знак отличия, они аннулируются с 1 января, необходимо это сделать снова. У учащихся – это, конечно, учебный год. С 1 сентября мы вступаем в активную фазу со всеми категориями, получается, и с учащимися, и с работающей молодежью. Ну, то есть со всеми категориями, которые попадают под возрастную категорию для комплекса ГДО. Спасибо. Вот так начали с Дня физкультурника, который будет отмечаться 13 августа, и пробежались по всем ближайшим спортивным мероприятиям. Спасибо. Надежда Нисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, администрации Кирова. На этом программа «Дневный разворот» заканчивается, и впереди у нас викторина «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. История создания Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам разлилась, по беретам, Даже сердце синева затерялась, Разлилась своим замальчивым цветом. Ну вот хочется мне приятное просто сделать в День ВДВ. Я не знала, что сейчас будет. Мне это неожиданность. Я говорю, музыкальная композиция сейчас будет. Хочется приятное сделать, поздравить еще раз десантников с их праздником. Знаешь, немало хороших людей, я знаю, Среди тех, кто отслужили в ВДВ. Вот, в частности, Андрей Леонидович Усянко, Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, Наш постоянный гость, наш спикер Андрей Леонидович с праздником. Ну и всех, конечно, тоже поздравляем. Ну, сегодняшняя викторина будет посвящена, правда, не Дню ВДВ, А другому празднику, который намного старее, что ли, праздник. А то есть ты это просто включил, чтобы поздравить, да? Да, да. Просто сегодня, как известно, сегодня, 2 августа, Еще и День Ильи Пророка. Ильин день сегодня, так называемый. Праздник такой очень известный и отмечался в старину довольно широко. Безусловно, за победу сегодня в викторине «История создания» Вы можете получить сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич». История некая будет, потом вопрос озвучу. И за правильный ответ вы получите сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич». День ВДВ, День Ильи Пророка, 2 августа. Наши предки отводили Илье Пророку роль, так скажем, исполнителя Божьей воли, а вернее, Божьего гнева. Считалось, что он способен наказать грешника, наказать нечистую силу с помощью молний, так молниеносных стрел. Считалось, что раскаты грома в теплое время года – это стук копыт лошадей, на которых пророк Илья путешествует по небу. Илья, наши предки его считали грозным и сыровым, но в то же время щедрым и справедливым. Он отвечал и отвечает за плодородие, урожая, небесный огонь, гром и дождь. За неделю до Ильина дня люди на вятке начинали паститься. Из дома убирали блестящие ценные предметы. Считалось, что за наличие роскоши пророк может наказать. Вот так вот. Также окуривали жилища благовониями. В Ильин день было принято умываться дождевой водой, ну, если, конечно, дождь идет, просить у Ильи Пророка дождя или солнца, в зависимости от того, что было нужно. Но не только земледельцы почитали пророка, молились ему и охотники, чтобы добычу послал, и страдающие теми или иными недугами, чтобы излечиться, и, например, молодожены, чтобы брак был счастливым. На Ильин день устроился праздник. По обычаю готовили различные блюда, но обязательно нужно было приготовить хлеб из муки нового урожая. Например, молодую картошку еще варили, причем обязательно ее надо было выкопать и приготовить вот в этот день, 2 августа, ну, то есть 20 июля по старому стилю, чтобы урожай картофеля был богатый и хранился долго. Ну, а потом, как это обычно бывает, песни, игры, хороводы. По традиции в этот праздник делились едой с неимущими. Работать в Ильин день, как ты думаешь, разрешалось или не разрешалось? Нет, конечно же. Не разрешалось, да. Так во все праздники же. Выключайте микрофон и пойдем домой. Нельзя сегодня работать. Нельзя было складывать, в частности, сено и возить его, иначе святой обязательно, считали наши предки, его сожжет, то есть молнию пошлет. Скотину на пастбище тоже не выгоняли. Ну, или, по крайней мере, опасались выгонять. Просто считалось, что гром и молния могли налететь внезапно. Изменится погода, и Илья решит выехать на своей колеснице, чтобы расправиться с нечистой силой. А вот нечисть, якобы, вся пряталась в воде в этот день, либо вселялась в животных. Вот молнией ее и могло прибить. На огород даже заходить запрещалось в этот день. Вот так вот. Иначе корни у огурцов могли сгнить, плоды опасть, а на всех прочих овощных культурах могли заменуть листья. Вот так. Единственное, что дозволялось в этот день, ухаживать за пчелами, то есть работать с пчелами, пасечником. Мол, из воска делают свечи, которые зажигаются во имя Бога, и дело это богоугодное получается. Так что, пожалуйста, возись, чисти улья, к примеру, или еще чего. Илья послать молнию в пчелиные домики, даже если там завелись злые духи, не посмеет. Еще один нюанс, тоже известный, я думаю, с наступлением Илья дня, Ильина дня, надо было прекратить... Что делать? Это вопрос у тебя, да, слушателям? Нет, это тебе вопрос задаю. Вот Ильин день наступил. Так. От чего надо отказываться? Уже пора. Не купаться? От купания, да, да, да. Объяснялось, причем это по-разному. Почему купаться-то нельзя с Ильина дня? Кто-то уверял, что в воду упала подкова от одной из лошадей Ильи. И вода поэтому стала студеной, можно заболеть и умереть. Еще один вариант. Пророк специально бросил в воду лед. Ну, исход тот же. Вода холодная. Третья версия. В воду вернулись русалки и прочие мифические существа, которые выбрались из воды в день Ивана Купала, 7 июля. Вот поэтому нельзя купаться. Утащит это, нечистая сила. На дно. Теперь о приметах, связанных с этим днем. На Илью зима с летом борется. На Илью до обеда лето, после обеда осень. Господи, что-то грустно стало. Уже и осень, и осень. Это что все, вот уже все начинается? Да, да, вот так вот. Илья жнимо начинает, лето кончает. То есть в народе этот день считался стыком двух сезонов. Заканчивается теплое лето, начинается осенняя прохлада. Ну, пока не начинается. Ну, как-то рано еще, мне кажется. Судя по прогнозу погоды. Кто попал в этот день под дождь, тот запасся здоровьем на весь год. Если сегодня дождь пойдет, дружно побежим. Дождевая вода в этот день считается необыкновенной. Она способна излечить и смыть с человека все невзгоды. Если в Ильин день дождь с грозой, то дождевую воду собирают и хранят. Используют ее впоследствии как целебную. Также во время дождя в этот день нельзя шуметь, кричать, бегать и так далее. Потому что возможность большая попасть под грозу своими действиями. Привлечь вот эту самую молнию, стрелу молнии. Такой опасный день. Да, получается опасный. Грозу надо пережидать в доме. Тщательно при этом запереть двери, закрыть окна. Лучше всего молиться опять-таки Илье Пророку и вот как-то не шевелиться. Не мечи на Илью копны небесным огнем пожжет. Ну, то есть, о чем я уже говорил. Нельзя сено возить. Кто в этот день копны считает, тот скоро все добро растеряет. Вот так. В поле и на огороде не работали поэтому. Так как труды могут быть напрасными. Налетит гроза, опять же, молния. И все сгорит. До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются. То есть, опять повторяюсь, нельзя купаться с этого дня. На Ильин день дождь будет мало пожаров. А вот если солнечно, то много пожаров. Дождь в Ильин день предвещает обильный урожай ржи на следующий год. Так, сегодня будет дождь? По-моему, не обещали нам сегодня дождь. Отличная погода. 30 градусов жары. Сертификат на 1000 рублей. Я напомню, вы сейчас можете выиграть. Если ответите на вопрос. Да, задаю вопрос. 211-101. Скажите, пожалуйста, как в старину объясняли отсутствие грома и молнии зимой? При том, что Илья-то пророк продолжает следить за происходящим. То есть, там он на небе следит за тем, не совершаются ли грешные поступки, не показалась ли где нечистая сила. Почему зимой грозы нет? Да, вот как наши предки объясняли, почему в холодное время года грома не слышно, молнии нет. И это все связано с тем же Ильей-пророком. Звоните, высказывайте свои версии предположений 211-101. Такой вопрос интересный. Я когда прочитал накануне об этом, ничего себе объяснение. Забавное. Абсурдное? Да нет, забавное. Просто забавное. Но оно связано как-то с повседневной жизнью, с нормальным человеком. Вот так вот. 211-101, звоните, ждем. Сертификат давай еще раз. Что мы дарим? Сертификат на тысячу рублей. Сертификат на тысячу рублей от компании «Вятич». Вот получите этот сертификат. Можете в одиночку, можете с друзьями. А можете прямо сейчас к нам за ним прибежать и сходить пообедать. Вкусно. Слушатели у нас есть? Ждем звонка. Есть звонок. 211-101. Наш номер телефона. Нет, звонок у нас сорвался. Ну вот. Почему зимой нет грома и молнии? Хотя Илья Пророк, он по-прежнему присутствует на небе. Вспоминайте, летом он считается, что на огненной колеснице, на лошадях путешествует. Почему зимой нет этих природных явлений? Слушатели у нас зато есть. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Вячеслав. Да, Вячеслав, слушаем ваш вариант. Знаете, может быть, это примета такая была? Какая? Что нельзя было. Что нельзя? Нельзя было чего? Ходить везде. Что делать? Ходить везде. Так. В этот день. Так, подождите. Это мы уже разобрались. Почему зимой нет грома и молнии? Вот как наши предки объясняли этот факт? Просто это такая была примета. Понятно. Вы настаиваете на своем. Тогда, увы. Увы, да. 211-101. Почему грозы нет зимой? Хотя, исключения-то ведь бывают, по-моему. Бывают. Бывают, да? Бывают, не самое дело. Нечто подобное. Ну, вот как-то так. Почему? Почему нет зимой этих явлений? Это с Ильей связано, между прочим. Почему он затихает и не слышно там его? Хотя он продолжает, вроде как, присутствовать. Да. Наблюдает. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Мария, я попытаюсь что-то ответить. Ну, конечно, я не знаю этого. Зимой почему не бывает грома? Я считаю, что летом он ездит на колесницах, на колесах, а тут снежок зимой на санях ему ехать, что ли. Ну, вы как-то вот так скромно начинали. Я уже думал, ответ будет неправильный. Ну, это абсолютно правильный ответ. Это что? Я тоже их не знала. Вот такая, простите, отмаза-то. Да, летом он на конях, на лошадях, и топот копыт. Это и есть гром, и молния. А зимой вот на санях, как обычный крестьянин, путешествует. На лыжах мне больше нравится. Потихонечку. Да, потихонечку запрягла лошадку, и вот так они скользят по лозе, и не слышно ничего. Поэтому и молнии нет. В общем, это абсолютно правильный ответ. Мария, мы вас поздравляем. Вы у нас уже были победителем? Один раз была. Ну, вот еще раз. Здорово. Поздравляем, руку не кладите, хорошего дня, за призом приходите. Да, сертификат на 1000 рублей от компании «Веча», напомню, вам достается. На этом викторийная история создания завершается. Да. В четверг, я думаю, встретимся. Встретимся. В рамках викторины. Почему бы нет, в 12.30. Ну что, все, Владимир Сметанин, Светлана Дельна, всего самого доброго вам. До свидания.